Книга «Открытым оком», 14-й том. Тема «Монашество». Вопрос, 2846. Отдаление от мира уничтожало ли в монахах память о соблазнах по женской линии? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Не удаляясь сердцем, они в мечтах видели голых женщин. И при первой же возможности наверстывали упущенные, притом с такой скоропалительной легкостью, как прожженные лавеллазы. Только увидит женщину, и он уже наверху пальмы со своим сапфиром. Притчи, 23 глава, с 27 по 28 стихи. Потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодезь. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законы преступников. Страница 416, повесть 29. Кавычки открыты. Брат пошел почерпнуть воды из реки. Там встретился с женщиною, мывшему белье, и впал с нею в блуд. Напавшим на него бесом он отвечал, — Я не согрешил. Сталец сказал ему, узнав про это. Поистине, рассуждение твое сокрушило всю силу вражию. Страница 442. Поистин 72. Брат шел дорогу, имея при себе и мать свою, уже старицу. Они пришли к реке. Старица не могла перейти через реку. Сын поднял мантию и обвил ею руку свою, чтобы как-нибудь не прикоснуться к телу матери, и таким образом он перенес ее через реку. Мать приметила это, сказала ему, «Отчего ты обернул руку?» Он отвечал. «Тело женщины — огонь. От прикосновения к нему может прийти в душу моё воспоминание о других женщинах». Страница 416. «Только остался один, и тут же впал в блуд». Страница 421. «Взял ядовитую змею и приставил к своему половому органу, чтобы умертвило его, нежели так вожделеть и не иметь». Страница 445. «Два брата, и оба впали в блуд, обоих заточили в кельи, и через год они были выпущены. Один сиял лицом, а другой печален был и бледен. Один славил Бога за милость, что простил его и не убил его, а другой плакал все время, что не сподобился сохранить чистоту». Признаны оба пути спасительными. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 27 стих. «Соединён ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены». Роль свахи трудно переоценить, без них и умереть бездетным Исааку. Кривеки весь заочно дал жених, явил в подарках о своем достатке. А ныне юный знакомится без свах, по взору глаз, по прихоти безбожной. И верность явлена у многих на словах. И скольких народит обман в обнимку с ложью. Старались старшей невесту подыскать, узнать родню и матери характер, найти достойную в бархане из песка. Не разлюбить кобылку при жребцовом храпе. Какие бы ни шли на аукцион, но ценность и порог не узришь по фотою. На что уж в выборе Иаков был силён, но спал совсем не стой после отбоя. Ни грамма алкоголя молодым, не замешать с похмелья идиотов. Олигофрент замеси, где табачный дым, дебильных полчища, здоров один из сотни. Без свахи ахать, вперевшись в развод. Разгадка после свадьбы, дьявола насмешка. А нужно было знать и вдоль, и поперёк. Родню, друзей, а не лукавых тешить. У свахи опыт, знания и знакомства. Каталог нужных лиц, здоровых, без пороков. Не просто внешнее, по заду и по росту. Иначе грех мытарств и никакого проку. Горит и плавится исподнее у многих. У свахи жребий тяжкий, не разжигать, тушить. Талант такой, не просто выпросить у Бога, чтобы слепить по-божески его сладу для души. Пусть ангел или даже всезнающий творец проложит путь через пески к колодцу, чтобы на чужую пальму бесстыдно не залезть. Просите добрых свах, невестам добрых хлопцев. 13 октября, 2005 год. Игнатий Лапкин. 13 октября, 2005 год. Игнатий Лапкин.